ВОЛНЕНИЯ ПОЧТИ НЕТ, ГОВОРИТ ВАДИН ВОЛНЕНИЯ ПОЧТИ НЕТ, ГОВОРИТ ВАДИН Кирилл Артемьев один из первых. О донорстве наслышан с детства. Мама, медицинский работник и почетный донор много рассказывала об этой процедуре. Меня это заинтересовало. И лет в 16 я уже прям ждал своего 18-летия. Вот буквально две недели, как мне получилось, 18. И первая же акция, которую наша организация устроила, я сразу же записался в первые ряды. Неделя диетического питания, отказ от алкоголя. В день сдачи крови обязателен легкий завтрак и много жидкости, желательно сладкий чай. Процедура абсолютно безопасная, поясняют врачи. Занимает около 10 минут. Сначала кровь тщательно проверяют. Если результаты хорошие, то эритроцитосодержащие компоненты поступают в лечебную сеть. А вот плазму замораживают и хранят, пока человек не придет в следующий раз. Срок карантинизации – это 4 месяца минимум. То есть, если через 4 месяца человек пришел, подтвердил инфекционный статус посредством сдачи анализов, ну, либо он просто сдал как донор, тогда мы эту плазму можем выпустить в лечебную сеть для тех, кто нуждается. Если человек не приходит и не приходит в течение последующих трех лет, то мы эту плазму, к сожалению, к нашему, к большому, утилизируем. Чтобы этого не происходило, кровь надо сдавать постоянно. Таких доноров в нашем округе всего 700 человек, а желательная цифра – 13 тысяч. Только тогда потребность в донорской крови будет полностью обеспечена. Три месяца прошло. Приходите, не ждите, когда вам позвонят, не ждите, когда вас вызовут, поскольку нам на регулярной основе все это нужно, да, и нету возможности, чтобы всех обзвонить. Даже вот тех, кто когда-то там единожды пришел. Вот, картотека, как вы видите, довольно-таки большая. И сотрудников, скажем так, не хватит для того, чтобы обзвонить всех, тем более ежедневно. Приемные дни для сдачи крови – вторник и среда. Для трудовых коллективов выделяется отдельный день. И не забудьте, при себе необходимо иметь паспорт.